всем привет в этом видео я покажу вам как можно из старых брюк которые уже никто не носит сделать что-то очень интересное и полезное и так я сначала вырежу полоску из старых детских штанов размером приблизительно как листок формата а4 сложенный пополам и вот такой вот полоска получается в длину как бы два куска формата а5 раз и два кстати в одном из предыдущих видео я вам показывала как из старых джинс я сделала очень классный чехол для фломастера своему ребенку ну а сегодня у нас будет немножко другая тема и так я сначала обрезаю лишние детали чтобы можно было хорошо сделать выкройку чтобы было удобно вырезать вот я уже подготовила себе вырезала часть штанины теперь я сложу ее пополам и вот таким вот мелочком который я покупала как-то в китае у меня есть обзорчик по этому поводу сложу значит эту штанинку пополам и вот этим вот мелочком прочерчу себе выкройку ну и соответственно вырежу вот моя выкройка готова формата как вы видите опять в сложенный вдвое и теперь нам необходимо прострочить на швейной машинке верхняя часть у нас будет для шнурочка вставляться соответственно будем потом подгибать и еще нам необходимо даже в первую очередь сначала я буду прострачивать вот эти вот боковые края на машинке чтобы сделать мешочек я решила использовать вот такую вот зигзагообразную строчку но в принципе можно и обычной прямой вот такой вот мешочек у меня получился теперь буду подгибать верхнюю часть края чтобы туда можно было вставлять шнурочки а также нам понадобится еще несколько деталей это вот такие вот ушки которые я нарисовала сначала на бумаге потом я их вырежу и перенесу на ткань размер приблизительно должен соответствовать размеру мешочка соответственно должен быть ушки должны быть меньше мешочка чтобы ушки были симметричны необходимо сложить бумагу пополам и вырезать таких ушек детали нам необходимо 4 не забываем сделать запас на строчку где-то по пол сантиметра я складываю сразу ткань 2 но закрепляю булавочками нарисовала макет и вырезаю с запасом на строчку не забываем возможно вы уже догадались это у нас будет мешочек пасхальный кролик и еще для декора нам необходимо белая футболка майка и сделаем часть ушка белого но это ушко должно быть меньше но это кстати достаточно сложный вариант поэтому как запасной вариант вы можете сделать два темных кусочка это будет задняя часть ушка а эта часть ушка будет белого ну или какого-то другого цвета который подойдет под ваш цвет мешочка то есть вы поняли да два темных кусочка с обратной стороны и два светлых с передней стороны тогда вы прострачиваете ушка выворачиваете и у вас получается такая двухсторонняя ткань я же буду делать более сложный вариант как вы видите я сначала ушко которое у меня было изначально подрезала чтобы сделать внутреннюю часть меньше вырезала таких белых кусочков 2 и теперь я буду их пришивать на одну переднюю часть уха при этом подворачивать край чтобы край этого но этой ткани не распускался в принципе можно еще как еще один запасной вариант приклеить на клей но как я вам уже говорила ранее я не ищу легких путей и буду делать так как я задумала я аккуратно подгибаю и пристрачиваю вот так вот кушку вот такие вот ушки у меня получились это их передняя часть и теперь необходимо лицевой стороной сложить их вместе проложить строчку по краю и потом буду выворачивать выворачивать можно чтобы было удобно каким-нибудь карандашом ручкой шпажкой палочкой для суши да всем чем угодно так вот будет гораздо проще то есть один край мы вставляем внутрь дальше вставляем палочку и помогаем вывернуться далее расправляем все уголочки и наше ушко готово на этом этапе можно было бы пришивать наши ушки к мешочку но я вспомнила что я так и не подогнула наш край не пристрочила для того чтобы туда вставлялся шнурочек поэтому снова проговариваю это и буду прокладывать строчку вот таким вот образом теперь нам необходимо чтобы вставлять шнурочек распороть с одной стороны и с другой стороны так как я уже все сшила ничего она сильно не распустится поэтому можно не переживать также я подготовила вот такие вот шнурки которые будут затягивать мешочек в одну сторону и в другую сторону на краях мы завяжем узелочки теперь в принципе можно было бы пришивать уже ушки в центр мешочка на заднюю сторону и достаточно близко можно прям один друг другу прям рядышком рядышком даже еще ближе вот но я решила в эти ушки вставить еще и проволоку чтобы ушки можно было сгибать чтобы их можно было так раз согнуть и выставить как будто бы ушка загнулся и получится такой зайчик или кролик достаточно милый я отмеряю нужное количество мне проволоки где-то с запасом беру вот так вот на ушко и немножко с запасом лишнее потом отрежу и буду прокладывать строчку еще вот здесь вот то есть я сначала вставлю проволоку и потом рядышком проложу строчку вот смотрите мои ушки уже готовы я отрезаю лишнюю проволоку кстати проволока что было более плотнее я ее скрутила жгутиком так то есть сразу две проволоки вставляла чтобы ушки были такие более послушными вот и теперь я буду вручную просто ниткой иголкой пришивать ушки прям по центру также вставила шнурочки и внутрь положила конфетки еще кстати можно сделать мордочку нашему мешочку и сделать пушистый хвостик сзади сейчас я вам все покажу как это сделала я вот такой вот у меня есть пушистый блестящий помпончик вот так вот у меня сгибаются ушки ну а мордашку можно как нарисовать так и вырезать из фетра глазки носик ну и так далее еще можно сделать вот такой вот бантик на ушко или на мешочек как будто бы он сидит на ушке ну тоже посмотрю я срежу с футболки и куда-то прикреплю сейчас займемся с вами все-таки мордочкой я вам покажу еще как я делала зайчика это вот такой вот органайзер для канц товаров который я делала из ту под туалетной бумаги вот такую вот мордашку я сделала из черного и белого фетра по этому же принципу я решила сделать и для мешочка что касается усиков ресничек и вот нижней части мордашки это можно сделать если мешочек не стирать то можно в принципе маркером фломастером нарисовать если мешочек планируется для долгого использования чтобы можно было в конечном итоге постирать то я предлагаю либо вышить нитками черными аккуратненько либо еще можно использовать специальные краски которые по ткани и таким образом у вас будет более долговечный мешочек я же нарисую все вот эти мелкие детали обычным черным маркером ну собственно как вы поняли у мешочка есть помпончик глазки носит все это я креплю термо клеем также бантик решила прицепить его по центру и сейчас нарисую мордашку вот смотрите какой зайчик у меня милый получился его можно наполнить не только конфетками но и любым другим подарком так что я думаю что такому мешочку зайчику обрадуются не только детки но и все все взрослые ну а я с вашего разрешения полакомлюсь конфеткой как мне сейчас будет вкусно кстати не забывайте подписаться на мой канал написать мне в комментариях понравился ли вам мой зайчик а также нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить мои новые интересные видео кстати а вот эти вот шнурочки которыми затягивается сам мешочек можно же использовать еще просто как переноску то есть получаются как такие ручки вот так вот берем и можно переносить куда угодно очень удобно ну а на этом у меня все всем удачи и пока пока и светлой пасхи которая уже совсем скоро ой 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 ты что до сих пор не подписался и не поставил лайк скорее сделай это